Так, первое знакомство с новой игрушкой. Долгое время было такое закрытое или открытое тестирование. Несколько месяцев назад многие повально в неё играли. Я, учитывая то, что они... О-о-о! Жизнь. Жизнь — это болезнь. Тысячелетия назад великий некромант почти завоевал этот мир. Я звучу, конечно, хороший очень. Знакомый голос, да? Даже лучшие планы срабатывают не всегда. Батывают, батывают. Против меня выступили так называемые герои. И вот я вновь умерщвлён. На что есть смерть для того, кто сам повелевает мёртвыми? Скука, да. Вечность. Чтобы подумать над ошибками и осознать, насколько близок я был к победе. Я, возможно, бессмертен. Но когда этому миру придёт конец, забвение познаю даже я. Я, я... Но вот вопрос. А можно ли будет попробовать ещё разок? Ещё одна возможность удалить жажду всемогущества? Похоже, судьба всё-таки улыбнулась. Пт-х. Короче, более сложный ДД. Хотя и прошлая версия ДД вызывала на последнем уровне сложности много проблем. Вот. Здесь тоже ещё больший уклон в хардкорность. Сложные механики. Я посмотрел 20 минут, понял, что лучше вместе разбираться, читать, потому что я там торопился и все дела. Ну и играем мы за тёмного пластилина, за лорда мёртвых. Иратус, Lord of the Dead, хардкорная тактическая ролевая игра. Играть очень сложно. Ваши миньоны неизбежно будут погибать навсегда. И не стоит считать их расходным материалом только из-за того, что они уже мертвы. Каждый бой — подлинное испытание. Ресурсы всегда ограничены, многие события случайны. Враги сильны, бесчестны и не испытывают ни жалости, ни страдания к нежити. Необходимо играть рационально и мудро. Всё, всё прям не про меня. Подстраивай свою стратегию под различные боевые ситуации и разновидности противников. Приготовьтесь потратить несколько часов на изучение игры, дабы завоевать вожделенную победу, принеся погибель в мир жалких смертных людишек. Мне уже нравится. Вот, но я посмотрел, тут не дадут тебе сразу стартануть. Вот. Нам нужно сначала выполнить... А, то есть мы не можем начать... Мы не можем начать, кроме... И можно без сохранения ещё. Ха-ха, Iron Man присутствует. Ах. Ну ладно, поехали. Значит, упрощённый игровой режим для начинающих. Повышенное количество стартовых ресурсов. Повышенная награда после победы в бою. Ослабленные враги. В обычных боях не встречаются элитные противники. Враги не выдушуляются. Обычная скорость восстановления. Стойкость миньона вне боя. Обычная скорость восстановления маны. Повышение эффективности кладбища. Ну что, поехали. Пока что минимальный уровень. Зло вернулось. Великий некромант Иратус восстал после тысячелетнего заточения в гробнице. А сгрудившиеся вокруг склепа шахтёры ещё не ведают об опасности. Их трупы положат начало новой армии мертвецов для покорения мира. Вперёд к поверхности. Способности миньонов. Да, ну вот вы сейчас сразу узнаете. Здесь Darkest Dungeon. Просто вот прям оп. Это первое, что меня остановило, когда мне советовали ещё на этапе бета-тестирования в эту игрушку покатать. Первое то, что я не люблю катать в бетке. Ну, потому что там много багов. Потому что баланса никакого. Находишь обуст, там все дела. Потом, ну, в общем... И потом все говорят, ну что ж ты играл? Игра сырая была. Вот. А второе это то, что тогда была небольшая пауза после Darkest... Ну, то есть... Сейчас уже больше времени прошло с того момента, когда мы в Darkest Dungeon играли, переигрывали и прорвались там вперёд. В общем, у каждого миньона 5 обычных способностей, одна ультимативная. Для использования ультимативной способности нужен особый ресурс гнев. Миньоны враги могут применять способности только с определённых позиций. Ну, это, собственно, так же, как в ДД. И только по доступным целям. ХД еще. Так. Способности раз. Пропоследовательность ходов. Причём разделено. Вот ход пройдёт, будет второй. Шаг влево, шаг вправо. На это нужна мана. Мана у нас по центру. Гнев по нулям. Статы слева, статы справа. Мои чужие при наведении меняются. Урон ужас. Ёпшки матрешки, началось. Значит, атака показывает, сколько урона существа нанесут своей физической или магической атакой. Ужас показывает, сколько урона существа стрессовой атакой. Ну, так же, как в ДД. Есть, собственно, ХП. И есть дух, не дух, как это, стресс. Уровень стресса, назовём его. У андейдов нет, у меня есть. Варан. Нет, не можешь, кажется. Да, работяга мне это тоже понравилось. Простой работяга. Несмотря на... Ну, ладно. Точность показывает шанс попадания по цели. Точность больше 100% позволит попасть по цели, обладающей уклонением. Уклонение. Уклонение показывает шанс уклониться. 0-0. Что ещё? Удача показывает шанс нанести критический удар. Отрицательное значение повышает удачу атакующего. Броня снижает получаемый физический урон на равное значение... А, на значение равное количеству брони. Сопротивление понижает... Снижает получаемый магический урон на значение равного. Тоже линейно всё. Блок защищает от физических атак. Оберег защищает от магических атак. Но это там потом появится. Инициатива. Определяет порядок, в котором существа ходят. Окей. По врагам. Они, конечно, слабенькие. Защиты нет. Инициативы нет. Там удача у кого-то. Мораль никакая. По атакам. Блеклый выпад. Физическая атака носит 100% урона. Игнорирует броню. Игнорирует броню. Важное замечание. Объятие посредственности. Но это потом сокрушить. Физическая атака наносит... Дважды носят по 40%. Проводит дополнительную атаку по цели за каждый баф на цели. За каждый баф на цели. На нас? На каждый баф? Или на... На прав... На цель? Нет, скорее всего, на них. То есть, если противник забафан, то можно его проатаковать сильнее. Да, видите. В общем-то, просто эффективно. Окей. Физический и магический урон уменьшают стойкость цели. Воспламенение наносят цели мгновенный магический урон. Затем чистый в начале каждого хода. Окей. Стрессовый урон уменьшает рассудок. Ну, это мы посмотрели. Проклятие наносит стрессовый урон цели в начале каждого ее хода. Критические атаки миньонов уменьшают рассудок врага. Рассудок? Критические атаки противника увеличивают его. Ага. А, ну кроме урона, видимо, еще уменьшают рассудок. Понял. Стрессовая атака наносит урона. Перемещает на случайную позицию. Сопрано. Это просто крик, а это сопрано. Мне ярости, кстати, не дали. Почему? Как работает увеличение гнева? Наносит 40%, 8-8 урона. Все враги теряют 6 атаки на следующее действие. 6 атаки. 4-8, 8-12. То есть вообще... Это дикий дебаф. Но не стакается это, окей. Да, вот на этом моменте я понял, что лучше с вами это разбирать, потому что после каждого вашего действия тебе дают порцию информации. И лучше, конечно, это и самому не торопиться читать, и чтобы вы здесь были. Чтобы по вопросу потом было меньше. И, может, что вы подскажете по... Потеря врагом рассудка во время боя может привести к различным последствиям, собственно, как и в ДД. Психоз. Негативный эффект ослабляющего врага. Воодушевление. Это типа положительная вещь. Положительный эффект усиливающего врага. Смерть. Тоже как в ДД, получив стрессовый урон, враг может мгновенно погибнуть. Или бегство. Этого не было. При низком уровне рассудка враг на последней позиции в отряде может сбежать. Ну, три из четырех положительные действия. Водушевление, конечно, может поприносить сюрпризов. Но, в целом, наверное, имеет смысл строить иногда стратегию на... Особенно цели, которые там плохо защищены от стресса, но... 1-4, да? Урона. Не почувствовали. Ну, дебаф работает. Двойку нанес. Потому что он максимальный урон еще выкинул при этом, при всем. Так, ну... Добиваем, наверное, да? Раз. Знакомый голос, я его где-то слышал. Давайте снова дебафчик сделаем. Чтобы урона не наносили. В игре есть озвучка от Гоблина? Да ладно? Можно подсказывать... Можно подсказывать... Нет, нет, пока не надо. Пока же разбираемся, чего. А то начинаются уже подсказочки. Перемещать на случай. Нет, давайте просто продолжаем дебафт. 2-6. Как-то у него... А, у него же и было где-то 8-12. Так. Так что нормально. Уже начинается. Ну, давайте добьем магическим уроном. Ну, уровень стресса с 0. И? А где, 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 где? Как оно работает? У него же 0. Почему не сработало? Так, победа. Дают всякую... Оружие, прах, броня. Это для конструирования новых юнитов. Насколько я помню. Итак. Создайте двух любых миньонов. В таланты не зайти. Создание. П. Создание персонажей. Да, 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 да. Собрав оставшиеся от поверженных врагов куски, Иратус может пополнить свою армию новыми миньонами. Использование кусков необычного, редкого или легендарного и легендарного качества позволяет повысить характеристики создаваемых миньонов. Со временем Иратус может открыть способы создания новых миньонов и освоить разнообразные боевые тактики. Ёшки-матрёшки. То есть тут можно ещё будет очки характеристик повышать каждого миньона. Улучшать атаки, способности точнее. Ё-моё. Классический выбор любого приличного некроманта. Традиционный боец, который всегда заткнёт брешь в стене. Скелеты очень похожи друг на друга, а поэтому даже гордятся своей посредственностью. Выделяться хоть чем-то считается в их среде дурным тоном. Чтобы собрать, нужно, собственно, черепушка. Ага, можно двойник кликать. Ну, самый обычный скелетерс. А, и вот здесь градации по обычной, необычной, редкой, легендарной. Окей. А как он будет игнорировать броню? Игнорирует блок. Будет способность, да? Оглушает цель. Враги чаще атакуют скелет. Типа таунта получается. Блин, тут столько возможностей. А зачем я второго скелета сделан? Тут же можно взять, сделать банщик, он с зомби, невесту Иратуса. Давайте новые классы сделаем, а то я что-то... Можно посмотреть информацию. Тщательно собранная Иратусом из лучших кусков персональная охранница Иратуса. Сознание ее напрочь промыто, и поэтому она может думать только о том, как сильно любит и обожает, и боготворит Иратуса. Мечтая пристрелить всякого, кто покушается на его сакральную персону. 21, 28. 75. Сменить облик, переименовать. А, тут еще персонализация есть. Что, в общем-то, логично. А, уклонение пятерку, удача. Ну, удача и точность повышенная. Она хорошо, видимо, будет стрелять по тем, кто будет пытаться уклоняться от атак. Могу еще кого-нибудь сделать? О, могу. Давайте, у меня есть ингредиенты, я бы создал персонажа. Какого? Темный рыцарь. Они мне сделали, кстати, игру в прошлый раз. Поэтому давайте-ка посмотрим. Раз, два, прах. И сюда. Прикованный клатом дух падшего воина, построенный на проклятие обреченности и пустоты. Нередко именно рыцари командуют мертвецами во время атак на жалких смертных. Никто не знает, где темные рыцари учатся навыкам ведения боя, но зато хорошо известно, что все они считают само существование ничтожным и стремятся свести жизнь на нет. Ё-моё, способности. Атака равны суммы собственной брони и сопротивления. Стрессор он за каждый баф или дебаф цели. Надо еще смотреть на позицию, насколько универсален, на какую роль его направлять. Все враги теряют 12 стойкости. Темный рыцарь восстанавливает стойкость в размере полученного врагами урон. А, это ультимейт. Сори. Я думаю, что за обилка? Бахает по всем, по всем урон. Он восстанавливает все здоровье. Конечно. Игнорирует оберег еще какой-то. Физическая атака. Слушайте, я чувствую, что мы... Как вы думаете, берем? Берем или не берем? Во-первых, Darkest Dungeon давно хотели. И там аддоны выходили, но не стали перепроходить. Во-вторых, просели эту игру еще на этапе бета. Сейчас релизы вроде как предварительно. Она хороша, она уже готова. Русская речь, что мне важно. Вот хорошая озвучка, хороший текст, что можно читать. И интересно. Фаля, подчеркивание, Темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Я слышал, места появились. Не-не-не, мест нет. Нет мест. Я еще с XCOM славлюсь своей меткостью. Минус. Нет вообще ни одного, кто... А, не стоит, говорит WarChall. А что? Что? Какие варианты? Ну, у меня как бы WarCraft я не... Не... Ну, он остается. Там, завтра турнир, комментировать будем. Это не проблема. Вместо чего? Вместо PUBG я считаю, отличная замена. Вот. Визуал смущает. Да, визуал меня тоже отпугнул, потому что, ну, очень похоже на DD. Вот, надо привыкнуть. Бери всех, ты там разберешься. Короче, создаем рыцаря. Не самый харизматичный лидер. Но мертвецам все равно. Так, призрак. Есть. Я вот скелета хочу убрать второго, на самом деле, чтобы посмотреть на новых персонажей. Несмотря на откровенную простоту, если не сказать примитивность формулы создания призрака, ее использование находилось под строжащим запретом гильдии некромантов. История эта далека и частично утрачена. Говорят, формулу разработал один из первых лечей. Потеряв своих верных соратников в битвах с людьми, он разочаровался в традиционном бессмертии и принялся искать лучшие его варианты. Что произошло после этого, никто не знает, поскольку пропал как сам леч, так и пара последующих веков истории. Осталась только запретная формула, которая то ли носит в себе его отпечаток, то ли должна его вернуть. Никто не дерзнул ее опробовать или просто не пережил собственные попытки. Что ж, теперь, жигильдия некромантов, это вы, а значит вам решать, что под запретом, а что нет. Да и это всего лишь архаичный миньон, что может пойти не так? Хватит ли мне ингредиентов на этого миньона? Вроде хватает. Собрано. Ну, способности давайте в бою смотреть. По позициям. По позициям. О, есть даже первая позиция, рев. Первая, вторая, первая, вторая, третья, четвертая, крик. Ну, баньши пока ставим так. Призрак, что призрак? Чаще в авангарде. Ну, невеста, скорее всего, традиционный лучник. Дозор, думать, да. А рыцарь традиционно впереди. Вперед, вперед, любая. Сзади, это что, бесчестный выпад. За ним врагам. Господи, что это? Броня, прах, предметы. Тут у нас таланты, которые недоступны, потому что у нас еще алхимия какая-то будет, артефакты. Окей. Для начала, бой, перейдите на карту. Карты подземлили. Ален, подчеркивание, и темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. А можно всех посмотреть? Минус. Еще один миньон есть. Ну, вместо кого? Вместо баньши, может быть. Давайте попробуем создать. Там есть зомби. Зомби. Опровергая сложившиеся в среде добрых рыцарей стереотипы о зомби, как тупых и безмозглых созданий, Иратус даровал им высокотехнологичные смертоносные игрушки. Изучив способность мертвого тела поглощать отдачу, сейчас он эффективно использует зомби как мощную неторопливую артиллерию. Очень плотный, сразу можно сказать. Сопротивление магическому урону какое-то есть. Инициатива очень низкая, урон очень низкий. Способности. Магическая атака слабенькая. Залп. Картечь. Выбранному и двум стоящим за ним врагам уже получше. Воспламенение. 30% урона выбранному и стоящему. Поджигает на три хода, наносит... Ну, это дебаф хороший. На три хода, на три цели. Больше пороху. Очень похоже, кстати, на обилку канонира в ДД. Бомбардировка. В начале следующего хода наносит 4 удара. Физически случайно... А, атака не тратит действия. Но должен стоять сзади. И пушечное ядро. Он носит 200% урона. Ну, давайте хорошо создаем. Ставим его. Хорошо. Так, и подземелье. Выберите боевую группу. А, типа первая или вторая. Понял. То есть у нас тут еще 4 группы может быть. Сражение. Поехали. Некоторые миньоны и враги обладают индивидуальными особенностями, которые усиливают или ослабляют их. Внимательно изучайте особенности миньонов и врагов, чтобы сражаться с максимальной эффективностью. Так, ну у нас тут знакомый шахтер, знакомый работяга и надсмотрщик. У надсмотрщика очень низкая инициатива, крайне низкий урон. Но довольно хорошая воля. То есть по сравнению с этими бедолагами. Вот. Он, он молодец. Что у него есть? Как? Единственный минус наглухо промытых мозгов. Не так-то и просто заставит обладателей сделать хоть что-то. Для этих целей гильдия алхимиков использует целый ряд отряд насмотрщиков. Квалифицированных специалистов по переговорам. Кратко и доходчиво разъясняющих рабам, что именно от них требуется. Большинство из них бывшие преступники. Нетрудно догадаться, что основным инструментом дипломатии является хлыст. Я не могу посмотреть их обилки. Может быть еще рановато. Ну то есть. Вот все, что есть на эффекты, я переключиться пока не могу. Уклонений ни у кого нет. Так, у нас подруга. Что? Физическая атака. Любой из целей. Универсальная атака. Повышенный крит. О, баф. Невеста получает плюс 10 атаки. До конца боя. Ну, имеет смысл стартовать с бафа, думать о нем. Поехали. Так, блок, блок. Привидение заблокировало удар. Броня, получаемая физически, урон уменьшается. Это мы знаем. Сопротивление магическое, это мы тоже читали. Блок полностью поглощает физические атаки. Затем исчезает. Оберег полностью поглощает магическую или стрессовую атаку. Затем исчезает. Причем у него две защиты от стрессовой атаки. Два блока висело. Рыцарь. Физурон. 60%. Дополнительно наносит урон, равный от суммы собственной брони. И сопротивление. 7-7. 14. Ну, 6. 40%. Слабенько. Можем как-то бафнуть броню. Снимает темного рыцаря все дебафы. Дань тьме. И Ратус получает ману и гнев. Стрессовая атака. За каждый баф дебаф на цели. Каждый раз, когда противник получает баф, рыцарь наносит ему стойка. Не знаю, что там. Давайте в стоечку. Хорошо. Посмотрим. Там вроде этот с хлыстом должен бафать. Оберег срабатывает. Не знаю, что там было у него. Так, привидение. Магическая атака. Цель не может передвигаться на следующий ход. Особенно хорошо. Наверняка потом будут появляться люди, которые не смогут работать эффективно или вообще не смогут работать на каких-то конкретных позициях. И привидение, которое мало того, что наносит урон, так еще и лишает возможности перемещаться, выключает фактически человека из боя. Призрачное пламя. Наносит 30% урона, стоящим за ним врагам. Проклинает, нанося дополнительный 30% в ход. Получает. 2-12 ужаса. Зачем нам ужас? Это типа урон плюс 12? Проверяем. Да. Неплохо. Поменялись только местами, я этого не понял. Так, здесь мы... Больше пороху делаем. Бафаем. Так, баф. Должен реагировать рыцарь. Да. Хорошо, здесь у нас уже разбафанная подруга, но может быть, при перемещении наносит ему физического урона. Стрессовая атака. Это хорошо защищен. Можно стрессовую атаку этого товарища пробить. Но это оверкил на самом деле. Причем она бафнула себе и физический урон, и урон от ужаса. Давай вот так вот. На будущее. Половинку. В следующий раз мы его уже выключим из битвы. Поглощенную броню, поглощенную броней. Что рыцарь? Вот что рыцарь. Легкий дар нужно какой-то, чтобы блок сбить. Не знаю, мне почему-то... Я не знаю, как гнев генерить. Мы еще, наверное, до этого дойдем. Давай, ладно. Стресс. За каждый баф-дебаф поехали. Поэтому... Психоз. Довели. Минус удача, минус точность, минус уклонение. Призрак получил у нас. Так что я хотел... Так он вообще может эволюционировать нон-стоп. Смотрите. Он каждый ход может эволюцию. И оно не единоразовый эффект. Да-а-а-а. Здрасте, пожалуйста. То есть это пока что самый эффективный товарищ, который работает по стрессу. Так, бомбардировку запускаем. Неправильная цель? На себя, что ли? Психоз. Психоз. Еще один. А, думать о нем тоже до конца боя. Стакается. Стакается. Так это же халява. Блин, возможности меня пугают. Вот эти вот огромные возможности. Ладно, давай туда куда-нибудь. Я понимаю, что блок, все дела. Надо пробивать. Эти не должны вообще наносить урон. Какое бы то ни было. Ну, почти. Призрак дикий. Жалко, я не могу... Я же не смогу пробить, да? Это, по сути, аналогичное. Приклинает цели. Две цели за ней. И цель за ней. Это ошибка. Все. Бомбардировочка. Четыре выстрела неплохие. Ну, тут просто, наверное, стреляем. Да урон 40. Что это? Надо. Ну, это я, конечно, не прав. Но добиваем. Окей. Стакается. Стакается. Но когда тебя будет убивать с двух ударов, он не имеет большого значения. Я понял. Я не прочитал результаты, поторопился. Ну, что, берем, да, получается? Берем. Артефакты. Артефакты Иратуса. Существует четыре основных типа артефактов. Оружие, броня, кольца, амулеты. Также встречаются расходники. Такие артефакты действуют только на один бой. После чего исчезают. В начале игры Иратус получает в свое распоряжение один случайный артефакт. Боевые параметры силы заклинаний. Количество восполняемой маны после боя. Количество... Начальное количество гнева. Артефакт свиток град черепов. После боя предмет исчезнет. Иратус наносит всем противникам 12 магического урона. Поджигает цели. За опыт можно его разобрать. Получить быстрее уровень. Всем противникам. Поджигает цель на три хода. Нанося дополнительный урон. Понятно. Ну посмотрим. Ладно. А-а-а! Слушайте! Мне же нужно будет здесь ротацию проводить. То есть тот урон, который я получил во время боя, он как бы не проходит бесследно. Да, ты можешь... Ты можешь их менять местами, видимо. Они должны, видимо, восстанавливаться как-то постепенно. Белого лапа дожить. Ну, надо тыкать, проверять. Пока что что. Мне Банши, на самом деле, понравилось. От Рыцаря пока не совсем понятно. Но он хорош, когда будет большое количество людей со способностями. Чтобы он там при помощи стойки что-то... Что-то хорошего делал. Что-то хорошее делал. Я верну Банши, наверное. Возьму скелетика. И... Новых персонажей мы создать не можем. Ладно, смотрим, что дальше. Культисты. Источник душ. Светильщик, в котором можно собрать души старателей. Последователи, преподняющие, да, красновые предметы, миньонов. Или случайные расходники. Давайте... Собрать души. Пошли. 33. Что дают души? Вот что дают души. Едем дальше. Иратус повысить. Можно было иратус повысить. Так, ресурсы магии. Ратус обладает следующими ресурсами и характеристиками. Мана расходуется при использовании талантов. Веток магии, ярость, разрушение. Мана восполняется после победы в бою с помощью умений миньонов или во время некоторых событий. Гнев. Расходуется миньонами при применении ультимативных способностей. Количество гнева возрастает во время боя и сбрасывается после его завершения. Понял. Мана расходится при использовании талантов. Восполняется после победы в бою. Сила заклинания увеличивает эффективность активных талантов Иратуса. Иратус получает одно очко силы заклинания. Каждый уровень. А также может увеличить ее с помощью артефактов талантов способности сложным. У нас тут появился копейщик. Которого подгоняют вперед. И он уже стрессует, бедолага. Нет, это работяга. Шахтер стрессует. А что стражник? Стражника урон. Броня базовая есть. Шестерка. Ну, давайте поехали думать о нем. Что скелет? Получает 10 брони и 10 сопротивления до следующего действия. А, и он таунтит получается. Чаще атакует скелет. Стойки. Тип способности, которые омладают некоторые миньоны и противники. Стойки различаются продолжительностью. Стойка на один ход. Стойка, из которой персонаж выходит в начале следующего хода. И стойка до конца боя. Персонаж находится в стойке, пока ее не собьют или бой не закончится. Любая стойка сбивается принудительным перемещением. А-а-а-а. Или оглушением. Если в описании не написано иного. Понятно. Таунт интересный. Надо посмотреть, насколько он будет... Просто ему плевать. Просто ему плевать на низкий урон. А какой у него базовый? Десятка, десятка, десятка. Так, что баньши? Стрессовая атака на всех? Почему бы и нет? Вопль. Все миньоны получают... Плюс 14 ужаса на следующую атаку. Устанавливает... А, мана появилась, кстати. Мана появилась. Мана появилась. Сила заклинания единица. И, собственно, вот здесь у меня заклинание, да? Свиток. Шаг влево, шаг вправо. Расстрел. Ладно, давайте вязаем свиток. Зря, что ли, взяли. Халява какая-то. Причем. Ну, пока просто обучение, друзья. Там 4 уровня сложности. Мы на первом играем. Мне просто хотя бы понять, что... Что, как происходит. Психоз уже у человека. Дожили. Так. При перемещении врага... Наносить ему физический урон. Дозор. Типа овервоча, да? Причем ты же можешь... А, он наносит... Она наносит... Если шапплиться несколько врагов за один... Это, видимо, перемещаться может за раз. Типа только один человек. Но это позволяет ей, например... Несколько раз за ход стрелять. Хотя и не 100%, 20... 65 всего лишь. Блин, ну мне надо тогда понять, как... Как часто они, в принципе, выходят на другие позиции. Ну ладно, давай. Это блок. Давай, этого убьем. Крит на 62. Насколько я понял, свиток исчезает. То есть, мне нет смысла экономить типа ману и... После битвы. Готовайся с моим горящим другом. Ну давайте в таун встаем. Ну видите, не всегда бьет. Не всегда бьет. Давай стрессовая атака этого. Промах? Ничего себе. Окей. Ну так себе. Угу. Вот и перемещение, видите? Ай. О, есть ультимейт. Ярость. Видите, мы наполучали урона. Гнева много. Физическая атака наносит... А, и наносит критический урон. Ну давайте. Хотя в две цели всего лишь. Работает-то по всем. Может мы посмотрим другие какие-то обилочки. Да, в блок выстрел. Молодец. У этого что? Стрессовая атака наносит 80% урона. Тоже по всем. Видимо, они работают таким вот образом. Рев. По двум целям. Магическая атака. Цели пропускают следующий ход. Ха. А что так слабенько? А, потому что у него 6-40 защиты, а там урон 8-8. Ну да, ну да. Остальные действия он производит с первой, со второй позиции. Вообще ему идеально стоять, видимо, на второй позиции. Так он не сможет только бомбардировку делать. Ладно. Заряжай. Пропуск к ходу. Стреляем. Убиваем раз. Убиваем 2. Надо сейчас посмотреть, что по левелапу, как он там... Что мы получаем, в принципе. Уже третий уровень у Иратуса должен быть. Таланты. Таланты Иратус. Ёпрес. Одерживая победу в бою, Иратус повышает свой уровень и получает очки талантов. Они используются для развития следующих веток. Еще 4 ветки. Алхимия. Повышает эффективность миньонов и экономики. Экономики. Магия ослабляет противника в бою для использования необходимого мана. Ярость усиливает миньонов в бою для использования необходимого мана. И разрушение. Наносит урон врагам для использования необходимого мана. Ёпрес. Алхимия. Великий архитектор. На 20% повышает количество выпадающих душ после битвы. Кусков необычного качества и выше. При использовании дистилляции миньонов восстанавливают на 100% больше. Я не знаю, что такое дистилляция. Но я понимаю, что это процесс очистки какой-то. Но чертова знает, что в игре он здесь... Как он работает. При использовании кальцинации Иратус восстанавливает... Я не дошел до алхимии, не знаю, что это значит. Магия. Все миньоны получают 3 ужаса. Хорошо. Миньон делает 2 шага вперед, получает... Точности 25. На одно действие. От базы, да? Подстегнуть. Ярость. Инициатива на 2 действия. Восстанавливает на 5 манины больше после каждого боя. И еще уровни, и уровни, и уровни. Нанесение урона всем врагам стрессово. Цель теряет точность на 2 хода. Ёпресс. Это... Тут можно по-разному еще тут вкачивать. Разрушение. Магический урон. Физический урон дважды. Дистилляция и кальцинация. Ты создаешь 3 запчасти, получаешь здоровье и лиман. И ярость еще. Просто... Просто бери... Давайте разрушение. Костяное копье. В честь Диаблы. Незнания наполняют меня. Физ урон противником на первых двух позициях. 4 мак урона, 2 хода поджигания. Ну, видимо, игра от зубов. Чанолиас 999 подписался на премиум. Так, шквал копии. Иратус наносит целью 25 урон. Дополнительно 100% физ урона. Если есть дебаф. Не могу, да? Потому что очков таланта нужно 2. Окей, закрыли. Что у нас по уровню... Или это как раз был уровень Иратуса. Правильно? Можем ли мы повышать? Не можем пока повышать. Неспособности улучшать очки, способности, нехарактеристики у миньонов. Давить? Получается так. Артефакта нет. Ну, действительно пропал. Окей. Характеристики героя здесь и инвентарь. Я пытаюсь просто в очень много информации новой. Так, фонтан восстановления. Магическое место, восстанавливающая стойкость миньоны. Ну, у нас пока что со стойкостью все хорошо. Выбираем первую. А, и вот боевые группы, скорее всего. Тут не надо, нельзя будет... То есть, тут не надо 2 группы в разные стороны посылать. Но для удобства, под определенных противников, возможно, ты будешь накидывать разных миньонов. Ну, когда станет понятно, что есть контр-юнит определенные. Эти довольно простые. Вот, у нас уже появилась возможность... Первая и вторая позиция дважды наносит урон. Ну, поехали. Тратим ману. Я думаю, что здесь абсолютно спокойно мы справимся без... 8, 12, 45. Давай, первый раз. Зомбарю мне пока что не очень понятно. Надо... Что за стойко? В начале своего... В начале своего... Хода наносит 200% физического урона по случайному миньону. По случайному миньону. И стойки нам нужно перебивать, правильно? А, это заключенный. Это, кстати, новый. Ну, или не новый, но... Не помню такого. Вот, при перемещении врага наносит ему... Нет, это не то. Стресс, стресс, стресс. Баф на следующее действие. Ну, ладно. А, переместили. А как... Как ты переместился-то? Да, перемещается. Да, я просто тыкнул наугад фактически. Все, значит, баньши у нас. Баньши по стойкам. Ну, как слышишь? А, это просто атака у него. 10 урона всего лишь. Нормально. Первая, вторая позиция. Раз. Правда, блок. Ну, надо еще запоминать. Ладно, пока что... Пока что просто выключаем постепенно. Есть ультимейт. А, давай-ка попробуем. Психооз. Хорошо. Осталось довести... Этого тоже. Психооз. Он дает шанс сбежать. Увеличивается что-то еще. Что там психооз дает? В начале следующего хода наносит всем союзникам стрессовый урон в размере... А, понятно. 20% босса, 5%. Босса еще будут. Зомбаря надо на вторую позицию поставить просто. Минус один. Ну, один раз сняв человеку стресс... У него же не бывает двух вот этих вот дебафов, да? Шанс. То есть, по сути... Сейчас проверим. Да, второй раз не закидывает уже. Ну, понятно. Сделать ставку только на... На стрессовых атаках, конечно, неразумно. Эти товарищи восстановились. Эти получили второй уровень. Улучшение миньонов. Миньоны также развиваются и могут быть улучшены несколькими способами. Кстати, вот то, что есть механика прокачки миньонов... Ну, во-первых, делает более ценными универсальных людей. То есть, если у нас будут люди, которые лучше всего работают в разных ситуациях, то есть, они разноплановые, то лучше, конечно, развивать в первую очередь их. Но тут наверняка это все продумано, отбаланшено, что нельзя там выбрать несколько классов имбовых, которые будут всех унижать. И придется против определенных целей брать... То есть, нулевых надо все равно тоже, видимо, подтягивать. Так, повышение уровня дает миньону очки характеристик и очки способностей. Каждый уровень миньона получает два очка характеристик, которые используются для усиления характеристик миньонов. Каждый третий уровень получает очко способностей, которые используются для улучшения способностей. Использование кусков лучшего качества дает миньону дополнительные очки характеристик, даже так. Предметы наделяют миньонов дополнительными особенностями. Получение бафов и дебафов от предметов не вызывает срабатывание эффектов. получение бафов и дебафов от предметов не вызывает а то есть они типа изначально присутствуют и не триггерят вражеские ну и твои тоже эффекты мозг позволяет миньону мгновенно повысить уровень и и пр ст так ё-моё любую из характеристик можно улучшать и можно соответственно усиливать скелет например с таунтом да можно в это направление и способность улучшить например да ну когда появится возможность на третьем уровне очка способности будет и например добавить ему при этом при всем еще единичку брони максимально десятка для того чтобы он танковал под таунтом еще лучше распределение ролей но и надо понимать сильные слабые стороны и какие способности будешь использовать исходя из этого уже выкручивать самое простое конечно определяться с теми же самыми дэмэдж дилерами ну и с танками да то есть распределять роли кто будет урон получать кто будет урон наносить трындец да что ж ты мне постоянно показываешь что это а вот так даже бонусы на 4 до хватит показывать цена 3 женщина 3 а это я уже прокачал там было два стало 4 цена 1 инициатива защита шанс крита шанс крита то как-то убрать там и прокачать можно в том числе и очень дешевый то есть разная стоимость разных классов это первый сигнал от игры кого из кого нужно делать чем больше бонус тем как бы логичнее что ну и чем больше бонус тем ниже чем ниже цена тем логичнее этот характеристика выкручивать большие физическая атака никакая я я уже теряюсь я уже теряюсь мозг миньона поменяли а вот он уровень 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 айки у 6 моментально повышает давайте кого-то инвести что уровне 8 очков и 2 очка 2 очка способности физическая атака наносит критический удар оглушает цель на один ход кроме боссов то есть она еще одну цель просто выключает из битвы просто выключает стабильно наносит урон стабильно выключает поджигает цель а как там место получать баф 10 14 до следующего хода трындец просто у меня глаза разбегаются не разбегаются глазам и оглушение хорошо а нет мне же еще надо критануть это же мы отталкиваемся того что она как критом попадет слушайте еще ты кроме дополнительной какой-то обилки получаешь дополно получаешь рост характеристики скажем там урон 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 удача стрессовая атака наносит прерывая действие стойки цель не может передвигаться в течение двух раундов но это разово получается если передвигаться не может он снова стойку встанет и мы не сможем и туда-сюда колбасить я не я не знаю тут вариантов огромное количество может быть в этом и смысл что ты фактически просто формируешь ну понятное дело что есть более-менее более или менее эффективны ладно давай один баф и overwatch может прокачаем при перемещении врага наносит ему физическую физический урон поехали хорошо то есть мы на дпс на бонус цена 4 раз дальше не получается ну крит надо качать меткость хороший бонус дает и цена такая себе хорошо ладно мы ее чисто физушную выкачиваем получается и ё-моё так я хотел избавиться от зомбаря или поставить его на вторую позицию давай поставим вторую позицию кто нам нужен под мне нужны люди которые перемещают мы оставляем большие есть ли у нас люди которые перемещают цель наверняка кто-то умеет это делать прерывая действие стойки пока уберем понятное дело что цели сами могут перемещаться но я хотел бы если не может передвигаться проклинает поклонение все противники случайным образом меняет свою позицию а это ульта а можно кстати проверить ульту как она будет работать по каждой из целей если все противники меняют то пробьем ли мы по всем ладно давай тогда так поехали скелета вроде было да вроде не было скелета игнорирует прерывает действие стойки чаще атакует суммируется вроде нету поехали хранит историю былых сражений на опыте которых могут обучиться миньоны самаратус стелла это экспа дополнительный или что а опыта для миньонов 100 процентов опыта текущего уровня имба у там должны были прокачаться дико алё почему седьмой уровень только я думал x2 будет но нет так характеристики надо подождать так у нас третий уровень получили два из если мы будем на перемещение что здесь перемещается на случайно позиции цель теряет уклонение на 3 хода снимает все бафы с цели звучит как на звучит как полезная штука так что у нас большие у нее очень высокое уклонение и стоимость низкой бонус высокий все уже пять минут пять минут до надо смотреть на 7 просто когда у цели 0 уклонений когда 32 уклонения же там минус берет точность а точность не всегда абсолютная там например у человека будет точности 70 у вас 30 к всего вместо 70 уже шанс попасть у него 40 процентов но это точно так что что делает у нас магическое наносит игнорирует игнорирует сопротивление физическое игнорирует поджигает проклинает с проклятием теряет зомби получает блок так и не тратить действие гнорирует оберег зомбарь очень плотный наверное у него поста там будет выгодно хп качать я не вижу у него хп ему нельзя качать хп да ему нельзя хочу хп вот бонус к точности хороший наверно до суточки надо довести а что призрак призрак да ужасом видимо это его сильная сторона поехали давайте последний бой проведем если что карту может двигать смотреть заранее куда как этим да понятно это пока рано мне кстати перемещение здесь мы скорее всего делаем один баф а миловаться им у него у нее разные разные еще продумали с название как бафу так тут все враги большие у нас перемещение пока не делаем с давай поцелем раз надо ход кей уже использовать так физическая урона вы в спящем магическое наносит урона поджигает наносит урона выбранным настоящему и стоящему за ним отряд бах промах поджигания окей наберег каждый меня создает ловушку блока тумана на два раунда каждый меня находящийся в облаке получает у нас только одного миньона можно выбирать проклиная дополнительно давай урон вход пока периодика накидываем не достаю так здесь мы наконец-то в стойку больше сейчас перемещаем а даже так серьезно почему так перемещаем этого товарища чувствую я буду искать имбу так здесь стрессуха защитная стойка что серьезно помнишь психоз пошел конечно так есть уже ульта пушечное ядро наносит много урона и сдвигает цель я под первой стрельну может быть кстати урона хватит если не хватит то должны при сдвигании еще а чё где стрельб ага хахахахаха блин тут столько всего ну всё ну да не ну подождите это это самый один из самых очевидных обузов и это самый низкий уровень сложности Так, психоза нет у этого Давайте его продолжаем Перемещаем и атакуем Антикварка номер 2 Кстати, антикварка же похожа была Макурон Запрещать передвигаться Это, кстати, мимо Так не надо было делать Все, я так получаю иногда Перемещаем этого товарища Ну, естественно, стреляем Как ты живешь-то? Сколько тебе хп-та? Два Ну, давайте ультанем Крит Ну что, друзья Базово познакомились Продолжим ориентировочно завтра Ну, или послезавтра Завтра у нас же пятница И это значит, что будем Турнир по Варику смотреть Ну, уже сегодня получается Спасибо за то, что смотрели Сегодня продуктивный вечер Закончили КБ Победили Баала И вроде как определились Со следующей игрой на прохождение Новое Проработанное Сложное Вариативное В жанре, который может зайти И, конечно же, с учетом того Что там есть и Iron Man И четыре уровня сложности И будет жестко Все, друзья Спокойной ночи Увидимся завтра Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok